Без жалости к ладоням, с любовью к музыке. The Hall – национальный инструмент жителей Кавказа. Каждый понедельник Арутюн путешествует из Новосибирска в Барнаул, чтобы научить ребят из ансамбля Арцах, как правильно держать руку и бить по мембранам. Ансамбль существует при Союзе Армян Края уже три года. Дается легко, потому что в первую очередь работа нравится. Во-вторых, это гордость, когда дети выступают, и когда стоишь на кулисах, и там огромное море хлопает, когда хлопает народ, и не прекращают, даже когда дети выходят из сцены, выходят в кулису, это, конечно, дает силу, энергию, чтобы дальше работать. Для детей самый понятный в обращении инструмент – бьешь и слышишь звук. Однако и здесь необходимо освоить технику удара. Где-то нужно напрячь ладонь, где-то расслабить, а чувствовать ритм и слышать разницу в звучании звонких и глухих ударов – необходимый природный талант, который развивают упорными тренировками. Сейчас дети разучивают ритм армянского танца «Крепость». Движение нужно отточить до блеска. Впереди крупные выступления. Ближайшее – на праздничном концерте «День материнства и красоты» в Госуниверситете 7 апреля. При должном усердии мастерство проявляют и мальчики, и девочки. Но главное – интерес. А прийти и попробовать могут все желающие. У нас есть в организации инструмент для пробы, чтобы ребенок понимал, то есть это его, не его, то есть нравится, не нравится. Как и рисование. У кого-то получается очень легко, быстро, даже учиться не надо. А у кого-то там надо несколько жизней, чтобы учиться. А тут руку уже надо правильно держать, под правильным углом, пальцы вместе или открывать. Вот такие много нюансов есть, которые надо обточить эти моменты. Купить собственный инструмент для занятий несложно, уверяют руководители ансамбля. The Hall или The Hall – часть культуры и в других странах Кавказа, и слушателям в России уже знаком. А вот преподаватели, которые действительно им владеют, и могут научить других, как оказалось в дефиците. Тем не менее, любовь к национальной музыке выходит далеко за пределы одного государства. В следующем году организации будет 20 лет, на протяжении 20 лет. То есть у нас все занятия идут бесплатно. Мы с детей ничего не берем. Наша цель только, чтобы дети пришли, поучились, познали нашу культуру, традиции. Это, наверное, наша общая цель, чтобы дети не забывали свои корни. Дарья Ирошина, Дмитрий Денисов. День с толком. День с толком. День с толком.